Ребят, всем привет! Слушайте, у меня на заднем фоне срач. Я говорю в полголоса, потому что Арина спит. Арина спит прямо рядом со мной. Я не знаю, я выставила как-то криво косу свет. Давайте начинать. Мы сегодня с вами поговорим про мои роды. Я надеюсь, что вам слышно, потому что у меня на самом деле хороший микрофон, и не нужно орать, чтобы было слышно. Я очень надеюсь, что слышно. Сейчас проверю. Так, слушайте, вроде всё слышно. Всё, давайте начинать. Я заказала роллы, естественно. Что ещё? И мы сегодня поговорим с вами про мои роды. Ребят, это очень тяжёлые роллы. Место называется вот так. Сейчас попробуем. Я его ни разу не пробовала. О, кайф. Давайте прям, я не буду ничего разворачивать. Я буду прям так. Сейчас вам покажу. Сейчас, честно, офигенно. Очень круто выглядит. Посмотрите. Никто мне ничего не платил. Сама заказала. Естественно. Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. Она уже давно спит и сейчас может проснуться. Но пока, ребят, приехали роллы, ну что поделать. Красота. В общем, давайте сегодня поговорим немножко про... Сейчас я всё покажу и уберу, знаете, вот так поставлю. Давайте с вами сегодня поговорим про мои роды, пока я не забыла. Потому что реально я уже начинаю немного забывать. Прикиньте, как вообще работает наш мозг. Я начинаю немножко забывать, потому что уже время проходит. И правда, знаете, воспоминания уже такие, не такие яркие. Поэтому надо рассказать, пока я не забыла. Слушайте, ну роллы офигенные. Ой, блин, смотрите. Огромные. Просто огромные. Я частично вот что-то... Не буду всё укладывать. Посмотрите, какие я ещё заказала. Это вообще топ, ребят. Посмотрите. Давайте пробовать. Это чистый, знаете, лосось в рисовой бумаге без рыбы. Ой, без риса. Тов. Очень вкусно. Смотрите. Чистый лосось. Они ещё налили кислосадский соус. Короче, ребят. Роды. Мне всё так говорили, что роды это фигня. И надо готовиться к воспитанию. Это правда. Но все девочки, когда узнают, что беременны, начинают готовиться к родам. Потому что это такая... У-у-у-у, роды. Там у бабушек, у мам, там что-то происходил, какой-то трэш. И мы боимся всеродов. Давайте я расскажу, как было у меня. И, может быть, вы чуть-чуть меньше будете бояться. Потому что я думала, что это будет намного хуже. Получилось. Ну, неплохо, на самом деле. Так, давайте я немножко... Наверное, вниз спущу камеру, да? Чтобы вам было получше видно. Вот так. Да? Слушайте, а эти-то дорогущие Тоже надо, чтобы вы видели Давайте их положим как-то вот так вот Короче, ребят Роды Я В день родов, в общем Сейчас Так, ребят В общем, в день родов я еще ездила по Москве Когда вот у меня начинает Короче, ладно, давайте так У меня начались схватки первые в 6 утра Схватки у меня начались в 6 утра И я такая, типа Бужгу, Сашу, говорю, Саш, типа у меня начались схватки Походу Он говорит, не придумывай, тебе еще рано рожать А у меня ПДР, это дата родов, стояла на 20 число Он 20 марта А тогда было 19-е Он говорит, тебе еще рано Я такая, думаю, ну ладно Но знаете, у меня такие схватки достаточно уже были постоянные И непроходящие То есть у меня вот они начались в 6 утра И вот я прям проснулась от них Я прям от них проснулась Короче, проснулась я от этих схваток И уже не могла заснуть Пошла в душ Стала собирать сумку в роддом Потому что, ну я прям чувствовала, что у меня серьезные схватки начинаются Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи По итогу Я спешу с своему врачу Говорю, слушайте, у меня, по-моему, схватки Она говорит, едь в роддом Посмотрим, ну рожаешь ты или нет А у меня в этот день был прием гинеколога Я подумала, что пусть мой гинеколог, она и посмотрит, типа, рожаю я или нет Смотрите, какая красота Немножко кривоватая, ладно Вау Типа пусть мой гинеколог посмотрит, рожаю я или нет Я еду к 11 часов, у меня в 6 утра начались схватки Такие, ну достаточно чувственные, но не прям болючие Я еду к гинекологу Еду к ней Приезжает, говорю, Юля У меня схватки Она говорит, а что ты ко мне приехала, едь в роддом Я говорю, я думала, что ты меня посмотришь Она говорит, я не буду тебя смотреть Иначе я тебе могу проткнуть пузырь И начнешь рожать прямо здесь Типа, я не буду тебя смотреть Я такая, что? Окей Я поехала, ребят, в роддом Я поехала в роддом В роддоме меня посмотрели Сказали, что я не рожаю еще И отправили домой Время было около двух Меня все время прихватывало в этот день Я приехала домой, покушала Я еще в Телеграм выходила в этот день Вот кружочек Кручивает живот И, короче, легла спать Просыпаюсь где-то в полше стола От того, что Ну, у меня схватки все еще идут Я пишу Саше Говорю, Саша, приезжай домой Типа, у меня схватки не прекращаются Он приехал Все, прошу В это время я на связи со своими врачами Акушерки написала уже Они мне сказали Катя, сходи купи свечи Там, я не помню, как их называются Тут будет название Если от свечей у тебя схватки пройдут То это тренировочные Если не пройдут То это настоящие схватки Саша мне купил эти свечи От свечей у меня схватки, ребята, не прошли Это были настоящие схватки Время уже к 9 вечера Уже к 9 То есть у меня 6 часов схватки Я не еду в роддом На связи с врачами Время уже 9 вечера Саша мне все еще говорит, что Зачем тебе ехать в роддом? Еще рано Ты еще не рожаешь Ребят, а у меня уже схватки такие болючие Мне уже хочется плакать То есть мне больно И я еще, знаете, хочу плакать Что он мне не верит Что у меня реально схватки В общем Мы По итогу мы выехали в роддом Где-то около 11 вечера Потому что я уже не могла У меня уже был реально нервный срыв Что он мне не верит Что у меня схватки Ну как бы я уже там плакала Я уже с Чарликом обнималась Что только Чарлик меня понимает Ну в общем По итогу мы в 11 выезжаем в роддом Ну короче, где-то в 11 О полдвенадцатого мы в роддоме Мне проверяют раскрытие И говорят У вас 3 см раскрытия уже Я типа вы рожаете Я такая О супер У нас там в палату Мне там набрали ванну Я в ванне поплавала И все это время У меня идут схватки Схватки идут Честно, схватки вообще не такие болезненные Как я думала Конечно, это знаете, девочки, на что похоже Как в месячной болит живот Только сильнее У кого как болит У меня просто не сильно болит Поэтому это сильнее, наверное, раз в пять Как у меня обычно болят в месячной Ну, короче, терпимо Если у вас очень сильно болят в месячной То, может, у вас порог более выше И вам будет больнее в родах Ну, короче, тут тоже все индивидуально У меня просто в месячной не сильная боль В общем, я терплю эти схватки У меня там уже раскрытие восемь сантиметров было Где-то к трем часам ночи Быстро, то есть, шло все И меня все склоняли на эпидуралку Типа, давай поставим, давай поставим Я не хотела ставить эпидуралку По итогу я ее не стала ставить Я ее не поставила Приспается Сейчас я ее возьму Ну, в общем, знаете, я когда уже согласилась Мне сказали Ой, уже тебе поздно ее ставить И я такая, типа, окей, поздно так поздно И мне не все говорят Тебе надо отдохнуть, потому что у тебя Вторая часть будет родов Она самая сложная А я же, девочки, не понимаю Что такое вторая часть родов Почему она самая сложная Ну, типа, когда надо тужить ребенка Выталкивать Я такая, типа, блин, да ладно Я и так справлюсь нормально Я, знаете, говорю Что я и не устала Ну, в общем, вы поняли, да? И в ванне вообще круто Все проживается Очень легко Очень легко это все в ванной Я вам говорю, девочки Я не хотела себе ставить подуралку Потому что я не устала Ну, я не устала в тот момент Мне было прям больно А у нас у Арины было Обвитие Шейное И плюс Ну, то есть надо было мониторить КТГ Надо было мониторить КТГ Вот, и поэтому И плюс обвитие И плюс мы еще брали Вот эту вот пуповину Вот эту вот всю тему Которую я вам рассказывала В прошлом видео В позапрошлом И поэтому мне Не разрешили рожать Ну, сказали, что Нежелательно рожать в воде Так бы я рожала в воду Это легче, потому что Короче, мне не разрешили рожать в воду Подключили мне КТГ У меня уже раскрытие Ну, что-то, как бы надо рожать И мы стали рожать Я не чувствовала, что Разъезжаются кости Знаете, как говорят Вот это вот все Я только чувствовала, что Очень надо сильно тужиться Очень сильно И у меня не хватало Как будто бы, знаете Моей силы Чтобы это сделать То есть я тужилась, конечно Но мне все время говорили Недостаточно, недостаточно А там, когда тебе делают Эпидуральную анестезию То головка ребенка Сама опускается в таз Ты уже ее выталкиваешь только А когда ты без анестезии Вот этой эпидуральной То тебе надо самой Опустить головку в таз А потом ее выталкивать Короче, это реально Очень было трудоемко И вот где-то Часов, наверное, с 4 утра До 6 Арина родилась В 5.56 Мы тужились Это был Вот это было не очень, ребят Честно То есть они мне говорят Тужься, тужься Я тужусь А ты на схватку Они говорят О, нет, головка Ничего не сдвинулась Потом опять Схватка Опять надо тужиться И опять они мне говорят О, нет, ничего не пошло То есть это был Какая-то мука Я же рожала с Сашей Ну как бы Я думала, что он будет там со мной Ребят, ну когда у меня началось Вот это все Когда надо было Когда надо было тужиться То есть ты там максимально Ты, во-первых, работаешь На всю силу Ты выглядишь максимально Не очень Короче, я его попросила Выйти Потому что мне было Некомфорта Так как он Не тужился Знаете, если бы он Лежал рядом Тужился Или его там Хотя бы били током В этот момент Мне бы было легче Как-то меня это бы Морально поддерживало А так он просто стоит И как бы я всю работу делаю Поэтому я его Попросила уйти Именно в этот период И позвала его Только когда Уже родилась Родилась Арина Вот так Поэтому Род делится на две части Точно Это схватки И самая вот эта сложная часть Это вытолкнуть Потому что схватки Это болезненные ощущения Да Но у тебя все происходит само И твоя главная задача Это расслабляться Это вот самое важное Что нужно делать Расслабляться Дышать В принципе все Расслабляться И дышать А вот когда Начинаются Потуги Потуги Наверное Говорится правильно Это трэш Ну это прям Неприятно Скажу так Что я родила Очень хорошо У меня не было там Разрывов Вот этого всего Потому что часто У девчонок разрывы Или Эпизотомию делают Это вот Рассекают У меня это все Удалось избежать Но Мне кажется Благодаря врачам Потому что Мне уже там Мне хотели уже там делать Знаете Рассечение Но я прям просила Что не надо Не надо Не надо По итогу У меня не стали Она вышла сама Но врачи там Все очень Контролировали Знаете Все что там происходит Поэтому в целом Девочки Все не так страшно У меня Знаете После родов Спрашивают Ты еще пойдешь Рожать Я говорю Ой ну не знаю Говорю Ой ну не знаю Но вот сейчас Уже я понимаю Что ну как бы Да Что ну да Пойду А куда одеваться Конечно пойду Потому что В целом Ну терпимо Ребят Потому что Вас знаете Ждет потом Такой приз Что в принципе Можно потерпеть Нормально Как бы Из такого Что еще У Арины Было обвитие И она Когда ее вытащили Она сразу Не закричала Меня это очень напугало Но мне сказали Что она Когда ребенка Ну когда еще Пуповина не отсечена Дети не кричат Пуповину Когда отсекли Она так знаете Не очень сильно Закричала Ее положили на кислород И потом уже Все стало нормально Вот Ну а потом Что в роддом Перевели в палату И мы лежали Три дня На третий день Нас выписали Второй день Вот как бы Я сразу Ну как бы На грудной Была настроена Второй день Был очень сложный Вторая ночь Я вообще не спала Перед выпиской Потому что Она плакала А плакала она Потому что Она хотела Как будто бы кушать Не спала Висела на груди Второй день В роддоме И я Уже в 6 утра Попросила Смесь ее докормить Потому что Я думала Что она хочет есть Потом ребят Ко мне пришел Консультант По грудному И сказала Что у детей На второй день После рождения Они Как бы Всегда себя так ведут Они плачут И так далее Потому что У них происходит Ну адаптация Если первый день Ребенок После родов Отсыпается Он устал Ну второй день Он уже выспался И знаете Ну Осознает Пытается осознать Что происходит Что изменилось Все Ему очень плохо Оттого он висит на груди Оттого он плачет И не спит То есть Это не от того Что Короче говоря Мне сказали Зря я докормила Не надо было докармливать Смесью ребенка Вот так Но я докармливала Из шприца Не из бутылки И в принципе Это Особо Я думаю Что никак Не навредило Можно было Не докармливать Из такого Что еще Мы уже приехали Домой У меня появилось Молоко Уже где-то На четвертый день До этого Молодя В принципе Ей хватало Вроде как Она не плакала Но на самом деле Меня спас Что Был консультант По грудному В роддоме Потому что Мне Педиатр говорит Ну может Туда докармливать Смесью А А консультант По грудному Ну пришла И говорит Нет ни в коем случае Не покупай даже смесь У тебя Ну она посмотрела Говорит У тебя есть вот молоко Типа Ты справишься Сама Не надо смесь Ну и по итогу Так и вышло По итогу Так и вышло Игромное спасибо Я прям Мне написала Что прям Это очень здорово И круто Ребят Кому Кому интересно Я рожала В 27 В роддоме Но вообще Как бы Есть В Москве Роддома 27 17 29 Вот они Хорошие Я рассматривала Их И в принципе Ну наверное Если буду Дальше рожать То буду там Там же рожать Потому что там И хорош Сейчас мне кажется Ну во всех роддомах Хорошие условия Но там Именно знаете Они нацелены На естественные роды Вот на вот это вот Все там В целом Все прошло Нормально Рассказала Как это было Я не ожидала Я не ожидала На самом деле Что у меня Вот 19 Я думала Что у меня Будет после 20 Рода Но видите Как все получилось Все получилось На самом деле Хорошо Достаточно быстро То есть Видите Мы приехали В роддом В 11 А родила Я в 6 утра Но я как бы Изначально Расслаблялась И знаете Как главное Не мешать организму Делать свою работу Но под контролем Специалистов Ну что Давайте С вами Вот это Еще съедим Сдавайте Свои вопросы Под видео И я наверное Знаете Как сделаю В телеграме Отвечу В кружочках Ищи будут Вопросы Я наелась Оставлю Саше Красивые роллы Неплохие Реально Роллы неплохие Вкусные Ну Плохого Ничего не могу сказать Конечно Знаете Они просто Хорошие роллы Ну вот Я когда кушала Йоди Мне прям Очень нравились Они Эти достаточно Ну обычные Вкусные Хорошие роллы Вот я так скажу Поэтому ребят У кого это близко Рядышком Можете заказывать Все У нас уже ушло Солнышко А я хочу Тарина тут лежит Я хочу вас Поблагодарить Что смотрите Это видео Подписывайтесь На мой канал Подписывайтесь На мой телеграм Я постараюсь Выпускать видео Чаще Но понимаете Сейчас ребенок Я до этого Мучилась Типа Ой Я не выпускала Видео Две недели Сейчас с ребенком Это все еще Сложнее стало Ребят Но тем не менее Стараюсь Стараюсь И буду стараться Выпускать Выпускать чаще Не бойте Девочки родов Я уже говорила В прошлых видео Что мне понравилась Фраза Что когда начинаются Роды Время играет вам На руку И роды Закончатся точно Никто Кроме вас Не родит Надо максимально Постараться Выложиться И все получится Вот Но в моменте Знаете Я прям помню Что я смотрю На потолок На лампы И у меня просто Кружится голова И я думаю Я хочу спать Я хочу спать Вот так вот То есть я думаю Что это был Отключико Моего сознания А потом я родила Я уже не хотела Спать Все ничего Просто это очень тяжело Просто это очень тяжело Правда Именно вот Ребенку Вытолкнуть Из себя Это очень тяжело Схватки Это Хотя мне мама говорила Что у нее схватки Очень были болезненные У кого как У кого какой порог боли У меня порог боли Как я поняла Ну не слишком высокий Или не слишком низкий Ну поня Ну что дорогие мои Целу и обнимаю Пишите в комментариях Какие-то вопросы Буду рада ответить А мы пошли отдыхать Вообще мне очень жарко Всем пока